Здравствуйте! Арт-кафе Господин Ветер приветствует вас. Итак, у нас в гостях легендарный, знаменитый бард России Сергей Смирнов. Сережа, здравствуй. Здравствуйте. Ну что ж, начинаем с песни. Посмотрите вокруг, эти реки и горы, города и поселки, леса и моря. Посмотрите вокруг, это наши просторы, это наша до боли родная земля. С ней связано все, то, что было и будет, что с рождения навечно даровано нам. Все, что в душах людских будоражит и будет, радость тихой любви со слезой пополам. Это та сторона, что не терпит насилия, это родина в югой рожденных солдат. Россия, Россия, родная Россия, под снегами твоими герои лежат. Пусть в душе моей все будет так же неброско, но вольготно, как Волга, спокойно, как Дон. Пусть во мне запоет, затаскует березка, зашумит, заколдует, раскидистый клён. Пусть во мне запоет, затаскует березка, Зашумит, заколдует раскидистый клен. Посмотрите вокруг, эти реки и горы, Города и поселки, леса и моря. Посмотрите вокруг, это наши просторы, Это наша до боли родная земля. Посмотрите вокруг, это наши просторы, Это наша до боли родная земля. Ну, мы уже знаем, что ты заканчивал МГУ, Что ты работал в Курчатовском институте, Что ты занимался боксом и заканчивал музыкальную школу. А вот, я еще знаю, что ты любитель, большой любитель путешествий. Вот об этой стороне жизни. Ну, конечно, живя в такой семье, Где отец служил в погранцах, После войны его стали кидать по границам. После войны сразу он во Львове с Бендересом воевал, Потом его направили на Кольский, Там три года на границе с Норвегией, Потом на Сахалин, Там на границе с Японией столько лет. Уже потом демобилизовался, Вон приехали мы в Эльтрасталь, Но вот эти бесконечные передвижения по стране, И вот когда 15 суток едешь на поезде во Владивосток, А потом еще на пароходе до Холмска, где мы жили, Это сказочный для меня, для ребенка, Детский мир открывался за окнами вагонов. А потом после этого, когда уже обратно возвращались, Это же еще раз мимо Байкала проезжать, Мимо совершенно фантастических уральских гор, Где такие красоты. Конечно же, вот страсть путешествий, Когда всегда восхищаешься тому, что тебя окружает, Это настолько... Да, родители вот иногда сами того не ведая, Определяют нашу будущую судьбу. Вот я вынужден был ездить в Архангельскую область, На самую границу с Коми СССР, в деревню, Где жила моя бабушка. И вот начиная вот с трехлетнего возраста, Каждое лето мы туда все время приезжали. И потом я уже ездил самостоятельно, Будучи на школьных каникулах, И вот тоже так вот и остался, Как говорится, Так с тех пор и называю родным домом дорогу. Да, страсть перед движением. Да. Вот. Ну и, естественно, для тема, Одна из, наверное, основных тем в русской лирике, Это, конечно, дорога. Дорога. И это тоже не случайно. Правильно же, да? Да. Я вот когда слушал, Сейчас я немножко отвлекусь. Ну, понятно, что это Тюльчевские, Рубцовские мотивы, да? Я вдруг почему-то одну историю смешную вспомнил. Вот однажды, лет 40 назад, в литературном институте исчезли все эти огромные портреты писателей-классиков. Они в таких были золоченых храмах, тяжеленные, страшные. Но вдруг они почему-то исчезли. Все, прямо со стен. А ректором был тогда Сергей Наровчатов. Он вызвал наряд милиции, чтобы расследовать это дело. А сам собрал группу активистов, комсомольцев и пошел, так сказать, громить, как они тогда говорили, да? Громить Бобровник, громить этих вот злостных прогульщиков и прочих неуспевающих ребят. Ну, заходит в комнату Крупцову Николаю Михайловичу, тогда еще очень молодому, начинающему поэту, студенту второго курса. И сидит Николай Михайлович в окружении всех этих огромных портретов. И на вопрос Наровчатого, Коля, как же так? Текст был такой. Он вот решил выпить в приличной компании, и то не дали. Вот я слушал сейчас вот эту твою песню, и мне почему-то вспомнилась эта история, уж не знаю почему. Давай, я знаю, что у тебя, ну, поскольку отец пограничник, естественно, у тебя военная тема есть. Да, да. У меня и про дорогу песни есть, и про войну. Вот песня про войну. Песня называется «Танкист». Стихи настолько видно, что писал их живописец, потому что настолько за каждой строчкой видишь вот это поле сражения. Тем более, я когда писал эту песню, у меня в памяти был мой родной дядя, брат матери, который сгорел в танке в 43-м году. Песня называется «Танкист». А полк лежит, а полк не наступает, и я по уши в землю врыт, я жалкая пехота. Горит танкист, танкист горит, и вдруг, как гаркнет кто-то за мной, за родину, вперед, за отчий край, друзья. И вот уже пехота прет, пехота во весь рост встает, пехота падает и мрет, и все-таки идет вперед. Песня называется «Танкист». Остановить нельзя! Давно тот край в болотах спит, лесами зарастает. А мой танкист, он все горит, и полк мой наступает. Еще немного лет пройдет, нас черт со свечкой не найдет. Но там в лесах среди болот, где мрак зеленый спит, безмолвный полк вперед идет, беззвучный танк горит. Идите в лес весной скорее, там сказочно сейчас, и собирайте для детей букеты наших глаз. Да, сумасшедшая песня, конечно, по образу, по метафоре. Да, вот, ну, может быть, это у меня сейчас больная тема такая, я все время ее поднимаю с нашими гостями. Наверное, и ты тоже заметил, но работая в жюри многих конкурсов, что авторская песня становится очень рассудочной. Такой песни от ума, филологичной. Они все умеют, они знают как, они знают все формы поэтические, все размеры. А при этом слушаешь и понимаешь, что за этими метафорами, за этой формой, как правило, ничего не стоит. В душе ничего не остается. Да, какое-то сплошное умствование и какие-то потуги на что-то. Ты не обращал внимания? Вот в связи с чем это? Мало того, если вдруг человека мы отметили хоть как-то, сколько потом, ну, как он пыжится, как он начинает прям вот возвеличиваться, вот сам перед собой. Но это тоже как-то не всегда правильно. Ну, здесь уже... Другое, это уже... Да, да, это уже другое. А вот почему, откуда вот эта тенденция взялась? Ну, здесь что можно сказать? Ведь огромное количество поэтов, которые пишут стихи, им хочется, чтобы их заметили. Может быть, и стихи хорошие есть, но кто же их услышит, когда поэтов тьма тьмущая? А вот бывает, когда человек берет в руки гитару, озвучивает, его может легче заметить, ему проще о себе рассказать. А вот я помню одну приказность, говорит давида Самойлова. самоилова это действительно так но я сейчас совершенно другую тенденцию наблюдает то есть вот выходит человека и что-то поет да у меня не никакого следа в душе не остается но я вижу на реакцию той же молодежи и я не понимаю этого восторга то есть мне кажется что я не как бы кстати не совсем уже отстал это человек ну почему я это понять не могу и воспринять если нас с экранов давид посвятиной и какими-то совершенно безумно безвкусными вещами то есть ты хочешь сказать что идеология тинейджеров период по постепенно постепенно переходит и в авторскую все чем нас кормит отовсюду это не может нет не отразиться на как бы на культуре на угрозе на духовном как бы росте самого человека ну конечно хочешь не хочешь если покажут какую-то ерунду да еще по телевизору да слушай так я могу не хуже а если он такой же сделать вещь он уже король он уже смотрит а почему я там не могу быть я не знаю как хотя культура не слишком высока для этого хотя ведь если говорить о каких-то таких вот но совсем интересных сюжетах да вот у меня опять же сюжет с рубцовым вспомнился один ведь можно их прямо вот взять из истории нашей литературы вот а вот вот а сюжет такой был такой замечательный поэт юрий парикарпич кузнецов один из самых выдающихся лириков да да второй половин 20 века вот юрий парикарпич как-то влюбился а девушка была прямо в его вкусе такая блондинка училась в дорожном институте вот с формами какие вот юрий парикарпич любит юрий парикарпич ведет свою избранницу в общежитие литературы института авто время были гонения на рубцова его уже отовсюду отчислили из очного из заочного и выселились общежития жить ему было негде он перебивался по комнатам у своих друзей там но все это проживание было нелегально и вот ведется юрий кузнецов невесту в общежитие и вдруг вспоминает что там у него в комнате на скрещенных руках за столом спит рубцов но естественно не как уж он подожди дорогая сейчас я забегает в комнату хватает его сажает в угол закидывает тряпками шубами там сам выключает верхний свет зажигает свечку то такая иллюзия уюта да приглашает девушку выпивают они там бутылку шампанского может еще что-то и уже спустя несколько часов так сать на диване они закуривают и вдруг эта куча в углу зашевелилась стала медленно подниматься мало того она еще заговорил человеческим голосом сволочи я уже три часа вас терплю хоть бы сигареткой угостили вот пожалуйста чем не сюжет ну да совершенно через пальцы высасывать не надо ладно сереж у нас так много времени хочется песен послушать вот я при песне хочу вот когда я был дома в гостях моего любимого поэта выгончирова как-то прихожу к нему и от него читать стихи сереженька сережа летят года летят ничто нам не поможет их повернуть назад да и не нужно это что было то прошло и приводилось лето в осеннее тепло пророчит мудрый ворон нам ворох и чудес и ягодами полон задумавшийся лес у нас судьба такая сейчас с тобой мой друг и роща золотая и ягоды вокруг и вот он всегда говорил старость все говорят так старость старость не всякому досталось но это же великое счастье кстати да и вот он мне стихи подарил на день рождения а я ему на его день рождения ответил песней песен про счастливую меня не хочется видеть мне хочется знать мне хочется всюду скорее побывать я душу открою и сердце отдам озерам и рекам лесам и горам кто счастливый я счастливый потому что не ленивый может просто мне большой но зато открыт душой нету крыльев но лечу быть несчастным не хочу я летом и в стужу и осенью вслякать не стану в дороге не охать не плакать в любую погоду в любой ненастье россия мое синего к я счастье кто счастливый я счастливый потому что не ленивый может ростом небольшой но зато открыт душой нету крыльев но лечу быть несчастным не хочу и вы не ленясь не спеша понемногу возьмите гитару и с богом в дорогу и там где в предгорья гремят водопады вам будут как брату любимому рады кто счастливый я я я счастливый потому что не ленивый может ростом небольшой но зато открыт душой нету крыльев но лечу быть счастливым я хочу вместе давай кто счастливый я счастливый потому что не ленивый может ростом небольшой но зато открыт душой нету крыльев но лечу быть счастливым я хочу да самое главное не нужно быть ленивым и тогда будешь счастливым да вот как к этому вопросу если я ведь знаю тебя уже ну наверно больше десяти лет и видел тебя в выступающем в составе разных ансамблях там например девятнашка девашка который потом кают компания к вот а вот об этом поподробнее об этой истории что такое девятнашка почему кают компания но это длинная действительно история как-то еще во время студенческие времена у нас были коллективные концерты где ну по разным предприятиям по студенческим аудиториям ну вот и как-то после одного очень удачного концерта все вдохновились и вдруг у одного из нашего членов нашего коллектива вот такого неожиданного день рождения оказался и он все толпу привел к себе домой и это было как раз 19 февраля 60 там по моему 2 года все 3 но и мы все пришли и всю ночь провели пели друг другу песни которые мы совсем не пели а вот друг другом делились своим самым сокровенным и это нас только всем понравилось чтобы с этого момента стали каждое 19 число каждого месяца собираться ну кроме летних там и это было раз много-много лет потом был некий перерыв но и в составе ансамбля вдруг возникла такая идея там нас варе валерия шишкина такая была женщина с чудесным голосом я на ребята почему нам не за не организовать ансамбль такой и вот быстренько собрался саши в тигнеев валерия шишкина вот тогда было еще наташа родионов регионов да которая потом лену притащил денисову нам и я и вот мы такой квартет в пятером хотя в четвером потом пятером записали диск изумительный диск там четыре моих песни в этом диске из 20 там ну просто замечательный диск сейчас вот в догонку этому диску идет подготовка второго диска уже двойного может быть двойной нам удастся диск выпустить но по концертным записям потому что ансамбль мы уже практически не не выступают не поем вместе вот я пойду поэтому испан обидно мне мне так обидно но тут ситуация какая значит у наташи родионы у ней больше интерес к джазу к эстраде ну то чтобы не сошлись во вкусах ну потом за время у саши в тигнеева он с насти выступает великолепно да он создал новый сплав сплав классики с бардовской песни нам допустим он перемежает но они у нас были здесь и короче да вы знаете но появились некие вот интересы мне конечно безумно жалко что потому что у меня столько еще песен хотелось услышать выполнение ансамбля потому что они мои песни требуют многоголосие да 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 потому что столько можно сделать транс классного такие но хорошо что без многоголосие хотя бы слушай ну да кстати у нас не так много времени смотришь может быть все таки песню так так ну а ну вот тогда я детских песен не пел во владивостоке был фестиваль одно время приборские струны вот там эмблема этого фестиваля стала моя вода песня эмблемой про кита и там же был в транспарант где она кит стоит и поет песню кит с гитарой песня такая тот завел себе собаку тот завел себе кота тот завел себе корову я завел себе кита кит попался мне хороший очень добрый и большой я назвал его тимошей привязался всей душой синем море океане мой тимоша служит мне можно жить как на поляне у тимоши на спине полежу позагораю на гитаре поиграю стану рыбку поломлю это дело я люблю здесь порой бывает жарко но кругом ведь океан и воды киту не жалко приглашает под фонтан под фонтаном освежусь над стихами подружусь или книжку почитаю или просто спать ложусь мчится кит меня катая а целом до китая солнце блещет волны плещут под ударами хвоста не раскаюсь они когда я что завел не попугая ни корову ни кота а завел себе кита браво браво вот я совершенно не желал тебя услышать детские детское направление у меня много детских песен да ну вот как то вот уже получились так что мимо меня все где детское именно я слышал уже в составе кают компании а почему кают компании вы морскую тематику пели почему вдруг а тут ситуация какая мы долго-долго подыскивали себе название никак не могли там вот после девятнашки тоже девятнашки ну как-то вот серьезно а потом мы познакомились с капитальным первого ранга значит который отвечал за всю коль краснов и и и решили назваться и вот он пригласил нас участвовать в новогодних балах морского собрания и вообще на выступать вот книгу но вот теперь вот теперь по я у нас было много морских песен которые мы пели наши ансамбли и у меня собственно и морские песни есть я еще одной диван тоже не спел это я на сожалению к сожалению в другой раз сереж все у нас время время истекло спасибо тебе огромное спасибо спасибо за то что нашел время да и выбрался к нам до новых встреч дорогие телезрители ждем вас в арт-кафе господин ветер